всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет снова закупка из магазина лента все как обычно и как обычно за последнее время у меня где-то 9 300 примерно вышло чек будет в конце видео ну и прежде чем я покажу вам свои покупки я бы хотела вам порекомендовать канал одного молодого блогера и зовут юлия мы с ней кстати ну достаточно давно уже переписываемся общаемся она живет в москве и точно так же начала тоже снимать видео покупки из магазина лента только московской ленты я думаю что это будет вам очень интересно у нее совсем молодой канал она снимает влоги пишет стихи живет пригороде москвы в частном доме много что у нее интересного я вам ссылочку на ее канал оставлю внизу в инфобоксе обязательно переходите посмотрите подпишитесь у нее кстати трое деток две дочки и один сыночек так что я думаю что вам будет интересно посмотреть ее канал так но сейчас я покажу вам что купила вот такая вот у нас закупка получилось почти ну все практически по делу я считаю фрукты я тоже называю по делу так по традиции с мясом и начнем купила снова как обычно вот этот фарш домашний две упаковочки мама делает вкуснейшие котлеты вот из них так куриные грудки тоже две упаковки взяла такие огромные по килограмму у меня получилось ну почти по килограмму два килограмма куриных грудок куриные ножки это все меня любят дети с нами еще живет племянник мой как я говорила точно сейчас шесть человек и четверо считаете взрослых поэтому мясо конечно даже одни мужчины поэтому мясом кормим так купила вот такую свиноукорок был по скидке по 229 рублей очень хороший мне понравился кусочком я думаю что у нас пойдет нам как на шашлыки скорее всего дальше сардельки дымов я не знаю не во первых постоянно по акции во вторых нам они очень нравятся вкусные сардельки я еще взяла их потому что хочу приготовить мальчишкам своим солянку тоже брошу в солянку у меня такая простенькая соляночка совсем такая простая так сыр российский два кусочка потому что сейчас много запекаем баклажаны овощи различные общем сыр всегда всегда нужен любимейшую колбаску золотой стандарт лента хотела купить томатную пасту кубаночка мне многие запишут что да она тоже вкусная маме нравится но кубаночки не было помидорки тоже не было сезон закруток пошел поэтому я смотрю все разбирает взяла вот попробовать вот такой я не знаю кто-нибудь из вас пробовал или нет ящик астраханских помидор видите одна банка 5 килограмм помидор вот по составу томатная паста ну я надеюсь что будет хорошая я взяла маме на пробу потому что не кубаночки ничего нету все разобрали так вот дела маслины на солянку взяла еще был по скидке вот такой тунец для салата мне мама как раз хочет какой-то нибудь салатик сделать такой рыбный с тунцом взяла две баночки а купила вот такое пшено у меня племяшка есть кашу по утрам мои дети не едят вот но вот такое пшено я не знаю но я надеюсь они посмотрят на племяшку может быть тоже съедят поэтому взял пакетиках так порционно сварил ему скормил я кстати каши вот меня тоже спрашивает я каши не ем вообще не могу я с детства не могу их есть я ела только на беременна была но тогда были гормоны и простительно так купила еще маме дрожжи вот столько много не знаю почему столько много я купила и вот этот чай который очень вкусный нам очень нравится greenfield такой же есть они в пакетиках вот очень советую из greenfield а вот этот самый вкусный он тем более было со скидкой поэтому я взяла круп взяла манную крупу у меня мама хочет сделать творожную запеканку с манкой поэтому тоже будем снимать рецепт поэтому взяла вот такую упаковочку небольшую горох вот эта марка мистраль очень нравится этот горох айдаха для горохова супа прям вообще потрясающе впервые я кстати но я не замуж я просто не обращала внимание но я никогда не пробовала вот это кино а так правильно произносится смесь белых и красных зерен если кто-нибудь из вас что-то готовил из этой крупы обязательно напишите мне потому что я не знаю здесь вот написано только но я так понимаю в качестве гарнира да то есть засыпьте ну-ка типа как гречки сварить не знаю в общем если кто-то что-то готовил вкусненько я конечно еще порой тоже в интернете вот у меня муж любит всякие различные такие крупы поэтому я взяла мы что-нибудь вкусненько приготовлено если готовили буду ждать от вас какой-нибудь вкусный рецепт так дальше я купила бабкины семечки вот мне кто-то рекомендовал другие семечки но мне нравится только бабкинами то вот они самые вкусные и вкуснейшие семечки никакой там попуга еще какой-то есть еще какие-то нет вот бабкина это самые любимые мои семечки так дальше здесь у меня купила вот такие хлебцы впервые таких увидела вот такие мультизлаковые с томатами базилика и вот такие вот какие-то с черникой я так понимаю они сладкие на лесах на пробу взяла не знаю попробую вкусно это вот эти мне кажется очень хорошо как раз таки подойдут к солянке дальше хлеб вот такой толстого ленковский взяла половинку хлеба оладушкин батон вот этот я взяла для котлет мама его сушит потом в котлетки добавляет и еще вот такой мой любимый от оладушкин опять взяла копись на меня спрашивали как я храню хлеб ну вот половинку такую я кладу в ящик она у нас в шкаф да она у нас не портится вот это обычно половину оставляю в ящике половину кладу в холодильник это тоже может замечать на хранится в холодильнике кстати вот этот хлеб в холодильнике вкус не теряю вообще хлеб у меня хранится всегда долго хорошо не плесневеет я не помню когда мне последний раз ты снил хлеб если бы вот я взяла какую-то марку меня через два-три дня за приснил бы хлеб я больше эту марку не покупал это честно потому что я стараюсь как-то свеженький взять у нас хранится у нас эти не так много едят хлеб суп многие у нас едят без хлеба иногда с хлебом то есть но в зависимости как по настроению я все равно кладу на стол хлеб но ужин всегда без хлеба без хлеба без булки булка только на завтрак у нас идет даже вот такой хлебушек я бывает на завтрак просто намажу маслом могу сверху положить помидорки все то есть принципе хлеба хлеб булка у нас в основном идет только на завтрак и кстати хлеб я тоже могу на завтрак съесть кофе масло не замоку котлетку кунсть положить мясо или колбаску очень вкусно так на этот вопрос я ответила дальше купила еще хрен столовой я очень люблю его добавлять в холодный борщ вот у нас сейчас как раз на обед холодный борщ обожаю я правда забыла сметану купить но купила масло масло у нас очень не закончилась у меня снова его взяла вкуснотеева масло как храни масло разрезаем его у нас такая небольшая масленка целая вот этот кусок масленку не помещается мы его разрезаем пополам одну половинку в пакетик и в морозилку потом достаешь размораживаешь и все отлично то есть он не теряет тоже свой свойств просто меня спрашивает я говорю что это на неделю как все храню вот рассказывать так кетчуп еще с томатный купила на рак шашлычку но я думаю что корешу шашлык будем делать из мяса здесь ну конечно вкусняшки ездила снова с племянником мне помогает тащить все это поэтому вот разрешила ему немножечко вкусняшек взять ну можно иногда так купила вот это молоко как обычно который у нас идет на блины не в кофе и купила вот это молоко мама его очень рекомендую это производство нижегородская область город павлова очень вкусное молоко мама заквасила на нем йогурт и просто ложка стояла это раз а во-вторых она когда его вскрыла стала нагревать господи пахнет коровой то есть вот как как будто только подавили поэтому мне попросила две она будет делать мне закваска для творога она будет делать творог и часть может быть поесть часть она отправит запеканку ну по крайней мере она хочет если она все съест или мы все съедим или может быть не за племяшка поезд то отдельно еще потом поеду куплю творог на запеканку так отсюда филин любимая его кстати тоже люблю у нас все в семье его любят вот дети даже иногда могут попить но иногда могут и не попить все по настроению также масло вот это слабо слабо да купила мне еще написали что хорошее масло кубаночка я кстати посмотрела не нашла масло кубаночка у нас у нас вот в ленте который я езжу вообще от кубаночки вот маслом не писали томатная паста вообще мало что бывает если бывает я так понимаю просто просто уносит все поэтому поэтому я тоже теперь буду ловить если увижу обязательно куплю но спасибо вам большое за ваши подсказки потому что я иногда покупаю и и просто спасибо вам огромное кстати здесь мне уже пошли овощи фрукты мне рекомендовали купить зеленые такие маленькие персики нет у нас в ленте их вот все обошла все фрукты овощи не нашла ну к сожалению да может быть они уже отошли расстроилась потому что говорят что они очень вкусные сладкие ну 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 что делать так купила 2 маленьких кабачка у нас никто не есть кабачки в доме кроме меня и мамы поэтому поэтому всего два кабачковая икра у нас осталось прошлого года поэтому в этом году кабачки не сажали но куда их девать потому что мы с мамой вдвоем не съедим периодически покупали две штучки чё там 34 рубля нам с мамой на ужин вообще красота так помидорчики но мне кажется они там со скидкой по 80 чем-то рублей были очень хорошие такие маленькие красненькие в чеке видно огурцы по 49 но считается и 50 рублей за килограмм тоже очень хорошие огурчики так дальше у меня пошли фрукты вот такие красные груши я первый раз увидела такие красные груши не знаю может быть я что-то пропускаю иногда но вот такие видите red bartlett какие-то груши я не знаю что это откуда вообще дата сбора 2018 год правда но я не знаю куда не привезем на его такие красные особо выглядит они очень вкусно я также лимончики было делать лимонад у нас есть тепло стало и плюс к солянке лимончики я всегда тоже вот дальше здесь у меня апельсины правда порвался пакет это у меня младше что читают всю ночь только мама хочу апельсины вот я купила четыре штучки они правда такие не очень и вот у нас мандаринчик он тоже купила вот такие по 79 рублей апельсины по 68 считать рублей так дальше купила обычные персики так как зелененьких этих не нашла поздно считать 100 рублей за килограмм взяла но они такие правда жестковатый я их просто выкладываю на блюдо и они постепенно становятся мягенькими так купила яблочки разные одни вот такие роял гала это наши самые любимые 153 рубля но они помнят и вот такие это яблоки эконом по 70 считать 80 рублей за килограмм но они такие я люблю вот эти яблоки они такие прямо ароматные ароматные хорошие не знаю почему они эконом называются пометок это просто молодые яблочки из фруктов еще у меня арбуз взяла ведь у нас по 19 рублей за килограмм многие писали что 24 рубля у нас 19 у нас до 12 рублей бывает доходят арбузы то есть в августе и в начале сентября они бывают по 12 рублей и вот такую дыньку взяла она немножечко такая мягенькая торпеда но она полежит у меня и станет вообще вкусный 40 рублей за килограмм у меня здесь из овощей купила лук так как у нас прошлый раз лук ушел на лечу по 36 рублей за килограмм чесночка чеснок кстати было написано китай китайский чеснок вот такие три головки купила по 200 ну что эти 230 рублей и свекла закупила мама сделала холодный больше может быть сделает еще винегрет по 21 рубля за килограмм дальше у меня здесь русский дар квас соки 2 яблочных и яблоко виноград все как обычно так и здесь вот таблетки для посудомойки очень мне нравятся я балдею от них они стоят недорого в эту упаковку по 150 рублей стоило на час по акции 150 рублей на месяц даже больше видите 30 штук еще 10 подарок плюс очень удобная коробочка так купила еще зубные пасты вот эти наши любимые сплата но отбеливающие второе вот такое ультра комплекс также купила вот этот мой любимый гель для души на меня пользуется вся семья им вот этот вот мандарин мандарин и лайм очень вкусный аромат мне прям балдеет и на скидке за 99 вам рублей был вот такой ополаскиватель я ни разу им не пользовалась жаркая мята ну попробую же тут уже к заготовкам я тоже готовлюсь как и все купила уксусу так клиентов ски 365 дней девятипроцентный хороший уксус маме нравится всем покупать для заготовок две упаковки соли я сразу взяла потому что я обычно забываю ее покупать увидела крышки вот такие купила это закручивающиеся крышки и маленькую упаковочку вот таких закатывающих у нас по-моему еще есть закатывающиеся крышки но я решила взять еще так как всегда яйца ценой три десятка здесь у меня уже еда котам вот такие купила по акции тоже были для стерилизованных кошек вот эти корм для домашних кошек и вот эти вот пакетики феликс с томатами вот они обожают челе с томатами еще какие-то со вкусом бекона в общем как обычно и собачки пила три банки у меня все уже закончилось абсолютно все но они вообще мама говорит по запаху все одинаковые вот этим нравится очень big dog вот эти вот такие телятина сердца телятина с кроликом там по-моему два вкуса их всего и вот показываю чек так вот ну вот ты голова я вот ну вот вот видите таблетки 199 рублей стоит вот эти были по акции и того сумма 9 338 эту сумму я дала в кассу скидка составила 2 245 не забывайте я в инфобоксе вам оставила ссылочку на страницу девочки из москвы вот обязательно переходите смотрите подписывайтесь обязательно на ее канал но я на сегодня с вами буду прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео но было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх не это очень приятно всех люблю и словами до новых встреч